Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем! Как вы возможно знаете, близятся к завершению так называемые Дни Трепета. Что это за дни, если вы хотите узнать поподробнее, вы можете посмотреть мой урок, посвященный месяцу Илюль. Близко день, который называется Роша Шана, часто его еще называют Еврейский Новый Год. Интересно, что на самом деле на страницах Священного Писания название Роша Шана не существует, но этот день и этот праздник там, безусловно, есть. Если мы с вами читаем о перечислении всех праздников в 23 главу книги Левит, мы можем увидеть вот какие слова. Передайся нам Израилева в седьмой месяц, первый день месяца, «Пусть будет у вас покой, воспоминание трубных звуков, священное собрание». Воспоминание трубных звуков, или так, Зихрон Атруа, так это называется, или второе название Йом Атруа, то есть день труб, если быть буквальным. Что это такой за день и чему он посвящен? В этот день принято трубить в шафар. Шафар это такой урок животного, который при определенной обработке становится трубой, в которую можно трубить. Трубление шафар возвещает нам о грядущих судах Божьих по мере приближения к Йома Кипурим, о чем я буду говорить, собственно, в уроке, посвященный этому празднику. Сейчас же только скажу, что вот этот период наполняется в жизни человека особым состоянием. Этот день как бы обращается лично к каждому человеку, и звук шафара пробуждает в нас желание покаяться. Очень многие наблюдатели говорят о том, что когда трубят в шафар, это вызывает некий такой трепет. Рамбом, крупнейший иудейский философ, в свое время писал «Проснитесь спящие, проснитесь ото сна дремлющие, очнитесь от вашей дремы, обозрите ваши дела и обратитесь к шуве», то есть к покаянию. Именно об этом и вспоминают в первую очередь во время празднования Роша Шана или Йома Труа люди, которые верят. Почему? Потому что на суде Божьем, и люди это понимали, с древних времен можно устоять только раскаившись и только если Бог проявит к тебе свою милость. Еще одно значение шафара и его звука с древних времен было принято приветствовать трубным звуком пришествия царя. Интересно, что другой известный раввин Рав Шауль Митаршиш, которого больше знают как апостола Павла, но на страницах своего послания писал такие слова «Потому что сам Господь при возвращении, при гласе архангела и при трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде». Интересный очень текст, есть немало на него различных интересных толкований, но сейчас я хочу обратить ваше внимание вот на какую деталь. Безусловно в этом тексте речь идет о приходе царя Машеха, который возвращается в этот мир и мы с вами прочитали о том, что речь идет о воскресении из мертвых. И мы с вами понимаем, что Машех придет в этот мир и так нам говорят об этом пророческие тексты, придет в первую очередь для того, чтобы этот мир судить. Как можно устоять на суде Машеха? Только одним способом – раскаяться в грехах и принять его прощение. По милости его человек может выстоять на этом суде. Именно поэтому Шафар будет предупреждать приход Машеха, несущего нам искупление – Геулю. Кстати, Геуле тоже посвящен урок, вы можете его посмотреть. Однако давайте вернемся к названию Роша Шана. Интересно, почему прижилось именно оно и остальные названия, которые есть у этого дня, используются намного реже. Некоторые обращают внимание на то, что слово Шана в еврейском языке имеет корнем те же самые буквы, которые имеют слово Шинуй, что значит перемены. И в этом видится намек на то, что именно в этот период Бог может изменить свое мнение о человеке и дать ему шанс, продлив его жизнь еще на год. Именно поэтому в этот период накануне кипурим принято читать молитвы, которые называются Слеход. Если быть буквальным, то это извинительные или покаянные молитвы, которые считаются в огромном количестве. Еще один момент, который, безусловно, нужно вспомнить, говоря о названии Роша Шана. Если вы знаете, может быть, что на самом деле у еврейского народа аж 4 новых года. Но это, собственно, вряд ли покажется кому-то удивительным, потому что во многих странах принято, что есть календарный новый год, учебный новый год, финансовый новый год. В Израиле их четыре. Первый из них, который ведет свой отчет от месяца авив библейского, месяца выхода из Египта, который является первым месяцем. Дальше есть месяц, от которого ведется отчет рождения животных, рождения плодов древесных. Это, собственно говоря, так или иначе все связано с законами Торы, повелевающие приносить жертву. Я не буду сейчас в это углубляться. А вот месяц Тишрей, который у нас приближается, первое число, это год отсчета правления царя. И мы с вами читаем на страницах Священного Писания, в такой-то год царя такого-то считалось именно от этой даты. И это было не просто так. Раббоним считают, что именно в этот день был сотворен человек. Собственно говоря, как вы знаете, еврейский календарь ведет своим отчетом от творения человека, который, собственно, и начал считать дни. До него как бы этим некому было заниматься. И именно в этот день считается, что человек был сотворен, человек согрешил, человек был изгнан из Эдема. Так совершился первый суд Божий. И Раббоним говорят, что теперь каждый год еврейский народ должен вспоминать эти события и готовиться к тому, что предстанут на суд пред Богом. В Священном Писании написано, «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Дотрепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам. Народ многочисленный и сильный, какого ни бывало от века, после того не будет в роды родов». Итак, Роша Шанан, начало Нового Года, или еврейский Новый Год, как его иногда называют. Это день, когда начинаются суды Божии, и каждый верующий, раскаиваясь в грехах своих, проща прощения в надежде на милость Божию, надеется на то, что Бог благословит его еще одним годом жизни. Я немножко еще подробнее об этом скажу, когда буду говорить о празднике Йома Кипу Рим, но сейчас только скажу, нет другого способа у нас устоять на этом суде, разве как по милости Божией. А милость Божия приходит только в то сердце, в котором есть раскаяние в грехах. Да благословит вас всех Господь, без чем еще, Машех. Амин. Продолжение следует...